Илья Ильич пробует подыскать городское жильё для себя и Ольги, но цены везде очень дороги. Обломов не знает, что делать и скрывает от Ольги своё безденежье. Он пишет письмо в деревню с просьбой отчёта о делах. Агафья Матвеевна – отличная хозяйка, которую очень вкусно готовит. Утром она подаёт Обломову кофе с густыми сливками и сдобными рассыпчатыми булками. Обломову начинает даже нравиться тишина захолустного дома Пшеницыной. Он всё чаще заглядывается на её полные руки. Илья Ильич ездит с Ольгой в оперу, но пребывание на людях его не радует, а тяготит. Иногда он слышит насмешливые пересуды франтов на свой счёт. Захар вдруг спрашивает, нашёл ли Обломов квартиру и скоро ли будет его свадьба с Ольгой. Этот вопрос потрясает Обломова. «Уже по лакейским, по кухням толки идут», – думает он. «А у меня пустой бумажник, и квартира не найдена». Ругая Захара, Илья Ильич незаметно для себя вдруг начинает говорить, что денег у него нет, а свадьбу введёт в огромные сдержки. «Покрывало, венок, любовь», – думает он наедине. «А деньги где? А жить чем?» С этого момента Обломов плохо спит, мало ест и глядит на всё рассеянное угрюмо. Редактор субтитров А.Семкин»